Эта вышка здесь появилась несколько дней назад. Её установил оператор сотовой связи. Анатолий Яковлевич, как смог, противостоял такому соседству, перегородил дорогу КамАЗом. Но остановить технику не смог. Теперь переживает за своё здоровье. Дело в том, что оно само самочувствие изменяется, когда ты даже видишь эту вышку, что она у тебя стоит вот над головой, допустим, землетрясение какое-то будет, упадёт на дом. Нет вопросов. Вот. Но получается так, что психология каждого человека, если, допустим, знаешь, что на тебя это действует, то оно у тебя останется надолго. Мужчине 82 года. По образованию он инженер. На его оборудовании работает не один завод в стране. Как человек, знающий толк в технике, уверен, что такое соседство может стоить ему жизни. Он перенёс два инсульта, и его сердце работает на кардиостимуляторе. Поддерживает свою физическую форму пенсионер в небольшом спортзале, который создал на своём участке. Все тренажёры собирал сам. В этом доме живёт Анатолий Яковлевич. Буквально в 10 метрах от него находится эта самая вышка. В соответствии с санитарными нормами, такие объекты имеют право устанавливать только с разрешения Роспотребнадзора. Если же человек недоволен подобным соседством, он имеет полное право написать туда жалобу, после чего на место должны выехать специалисты и измерить уровень излучений. В Роспотребнадзоре нам сообщили, что компания, которая установила вышку, подавала необходимые документы на рассмотрение. Нарушений тогда не было. Поспорить с инженером готовы и врачи. Примером электромагнитных полей могут являться трансформаторные будки, ядерно-магнитные резонансные томографы, телефон сотовый, который находится в радиусе 2-5 сантиметров от стимулятора. Сами вышки на работу стимулятора не влияют. Однако комиссия из Роспотребнадзора с проверкой всё равно приедет. В ближайшее время она проведёт все необходимые измерения на территории участка, которые мобильный оператор взял в аренду у соседки-пенсионера. От полученных данных будет зависеть судьба этой вышки. Александра Шпакова, Александр Жерелеев, Кубань-24, Лобинский район. Ну, а это мои слова. Продолжение следует...